Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ой, да перестань. Перестань говорю. О, это ты? Узнал? Конечно, узнал. Премиальный мир с картой Мастеркард не забудешь. Добро пожаловать в реальный. А за премиальный пошли монетку бросать. Пошли. Всем привет, это Орел и Решка, чудеса света. И мы в Коста-Рике. Коста-Рика. Именно так воскликнул мореплаватель, путешественник, мой ученик Христофор Колумб когда причалил к этим землям. Антон, а ты в курсе, что Коста-Рика в переводе с испанского это богатый берег? Короче, Колумб хотел тут намутить золотишко. Чума, она умеет читать. Но нашел он золото или нет, загадка. Но здесь точно полно вулканов. Так, давай подкидываем монетку и узнаем, у кого будет жаркий офигенный уикенд. Ага, а у кого такой потухший и с дужком серый? Орел? Решка! Давай! Нееет! Ребята-ребята-ребята, тут началось извержение. Сматываемся, эвакуируемся, из нее бесы выходят. Мы прилетели в одно из самых удивительных мест Латинской Америки. Оно раскаленное, огнедышащее, неподвластное. Омываемое Карибским морем и водами Тихого океана, наше сегодняшнее чудо света. Вулканы Коста-Рики. Наше костариканское путешествие начинается с аэропорта Либерия. И первым делом я поменяю деньги. Так, ребята, объясняю. За все туристические штуки здесь можно платить долларами. Но за транспорт, за еду принято расплачиваться колоннами. Поэтому по прилету я решила разменять 10 баксов. Ну что делать? Никто не говорил, что будет легко. Коста-Рика – это не только вулканы, это еще и курорт. Здесь же есть океан. Поэтому я сейчас прямиком туда, а там уже и подумают свой маршрутик. Извините, сэр, а сколько стоит доехать до пляжа? Пятьдесят пять долларов. Сколько, сколько? Пятьдесят пять долларов? Пятьдесят пять. Вы что, с ума сошли? Я чувствую, будет веселенький уикенд. Здравствуйте, сэр. А где здесь автобусная остановка? Мне нужно доехать до пляжа. Вот там. That way? То есть я не в ту сторону что ли шла? Все, thank you, gracias, gracias. Но оказалось, дойти до остановки – это полбеды. Нужно еще дождаться автобуса. О, ребята, все, моя птичка. Ааа, да и куда, не туда, не моя птичка. Я приказываю остановиться. Я приказываю остановиться. Так я сегодня уеду на пляж или нет в конце концов, а? Спустя пятнадцать минут свершилось. Стой! Кому сказала? Ой, спасибо, сработало. Слушайте, ну автобус, конечно, видал лучшее время. Все тут грязное, какие-то кастрюли стоят, чья-то мебель. Но главное – полчаса и я буду на пляже. Вулканы Коста-Рики – чудо труднодоступное. Подниматься туда долго, тяжело и опасно. Но это только если ты Уася и у тебя мало денег. А если ты Антон с безлимитной картой, то вертолет решает все проблемы. Вертушку я взял на целый уикенд. Обошлось мне это почти в 10 тысяч долларов. Сегодня очень ветрено, много облаков. Я вижу. Но я сделаю все от себя зависящее. Я тоже. Коста-Рика хоть и небольшая страна, но объехать все ее вулканические достопримечательности за два дня нереально. А вот облететь – вполне. Тем более, что здесь вертолетных площадок хватает. Полетели! Ура! Море! 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 Большинство туристов приезжает в Коста-Рику в первую очередь ради пляжного отдыха. Ведь с одной стороны, эту страну омывает Карибское море, а с другой – Тихий океан. Ах, вот он! Его величество – океан! Побережье Тихого океана в Коста-Рике – это 400 километров разнообразных пляжей. Но самое главное – отдыхать на них можно практически круглый год, ведь здесь не бывает холодной зимы. Так, Жень, я по тебе скучала! Ой, 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 господи! Ой, хорошо! Слушайте, пляжи – это, конечно, потрясающе! Но я-то здесь не за этим! Меня ждет наше чудо, наше чудо света – вулканчики! Так что я побежала! А пока Вася только собирается к вулканам, я уже вовсю лечу к ним на встрече. Я боюсь моргать, чтобы пропустить что-то красивое, потому что мы прилетаем над невероятно красивыми пейзажами. Тут и луга, и ковер из деревьев, и джунгли, и озера. Коста-Рика – необычайно зеленая. Четверть страны – это охраняемые национальные парки и заповедники. Там запрещено строить дома, кафе, развлекательные центры. Это собственность дикой природы и животных. Мне кажется, Коста-Рика с вертолета – это мир, каким он будет без людей. Ни души. Вокруг – бесконечные зеленые пространства, выходящие куда-то вдаль. И выжили только мы с Игорехой и с пилотом. Выжили – летим и кайфуем. В каждом из национальных парков Коста-Рики находится сразу по несколько огненных гор. На сегодняшний день в Коста-Рике насчитывается более 100 вулканов. Причем даже ученые не могут сойтись в подсчетах. Кто-то считает, что 112, кто-то, что 116. Но факт остается фактом. Здесь один вулкан на каждые 450 квадратных километров. Это как если бы в Киеве было два вулкана. Действующими в Коста-Рике считаются аж шесть вулканов. Они частенько дышат газами, извергаются и плюются лавой. И вот один из них. Местная селебрити – вулкан Ореналь. Самый активный и самый известный вулкан Коста-Рики. Конечно, сейчас он скрыт под белой шапкой, но поверьте, это такая махина. Ореналь – это гора высотой более полутора тысяч метров. 53 года назад этот вулкан пробудился. Он извергался на протяжении нескольких дней. Испепелил потоками своей лавы все живое на десятки квадратных километров вокруг. И унес жизни 90 людей. Из них 10 спасателей. Мы вот так смело подлетели к нему близко, но на самом деле сейчас Ореналь тоже активничает. Дышит газами и водяными парами, а иногда даже лавой. Но несмотря на это местные жители свои вулканы считают не бедой, а достоянием. Они говорят, что именно благодаря вулканической почве в их стране вкусный кофе и фрукты. Знаете, пролетая над этим зеленым сплошным одеялом из лесов и джунглей, я понимаю, что Коста-Рика – это как яркий буклет с кучей вулканов. И пролетая над каждым из них, ты перелистываешь еще одну красочную картинку. И это, конечно, настоящее чудо света. И в Коста-Рике, и в любой другой стране знаю – получу лучшее всего в один миг. В миг моей оплаты премиальной картой. Всего пару секунд и любая прихоть оплачена. А с мастер-карт всегда так бесконтактно, надежно, еще и куча привилегий. Нравится. Ой, нравятся мне такие моменты. Увидеть вулканы Коста-Рики поближе для бюджетного туриста – это та еще задачка. Если кататься на автобусах, то я не успею рассмотреть те вулканы, которые хочу. На машину у меня денег нет, поэтому надо попробовать взять скутер. Здравствуйте, я могу взять в аренду байк? 30 долларов. 30 долларов один день. Простите, а сколько стоит аренда на 2 дня? На 2 дня будет дешевле. 50 долларов. Ну это дорого. Умоляю вас, давайте за 40 долларов. Извините, но я не владелица, я не могу сделать такую скидку. Может быть, я могу что-то для вас сделать? Вот, я вижу щетку. Давайте я пол помою. Вот, смотрите, я сделаю все, что вы захотите. Уберу за вашими котами. Хотите, я вам спою? А-а-а. Я люблю Коста-Рику. Нет, нет, нет. Полчаса упрашиваний. Уговариваний. И танцев с щеткой. И бинго. Да? Да. Нет. Удачи на дорогах. Ой, спасибо, спасибо большое. Ну все, теперь в этот уикенд я обязательно увижу парочку другую вулканов. И даже постараюсь подняться на какой-то из них. Но сперва оседлаю это двухколесное чудо. Ну что, красотка? Все, я поехала. Э, пацан, отойди. Так, все, Коста-Рика, держи! Скутер – вещь крутая, маневренная. Только знаете, что мне не хватает? Говорящего GPS-навигатора для удобства. Так, открываю Е-каталог, ага, и проверяю, что почем. Так, в разделе авто и мото столько всяких товаров. Тут и шины, и диски, и детские кресла, и регистраторы. О, а вот как раз GPS-навигаторы. Во, вот этот классный. Ага. Сохраню в личном кабинете, буду отслеживать динамику цен. Слушайте, с таким сайтом онлайн-шоппинг – это одно удовольствие. Попробуйте и вы. Ссылочка в описании. Так как Ариналь – самый известный вулкан Коста-Рики, то логично, что и лучшие комплексы расположены. Вокруг него. The Springs Resort & Spa – самый дорогой и самый роскошный резорт в сердце пышных Коста-Риканских джунглей. У подножья его вулканического величества Ариналя. Но главное, ради чего едут в этот комплекс. Термальные бассейны – воду в которых подогревает сам вулкан. Как же образовались эти бассейны? Здесь под землей раскаленная магма, пробившаяся через земную кору, встречается с прохладными подземными реками. После соприкосновения вода нагревается и выходит на поверхность земли. Создавая вот такие термальные бассейны, обогащенные разными минералами и микроэлементами. Вот первый бассейн. Температура 37 градусов по Цельсию. И этот омбре ни с чем не спутан. Сероводород. Утверждает, что сероводородные источники помогают при проблемах с кожей. Так что 15 минут здесь и ляпа. Второй бассейн. Если честно, разницу в температуре с другим источником я не чувствую. И бассейн номер три. Самый горячий источник здесь. 102 градуса. По Фаренгейту. То есть для нас привычных 39 градусов. Но это все равно горячий. Ну это как заходишь в такую уже распаренную парную. В этом бассейне идеальная температура для работы талия, которая понижает высокое кровяное давление и выводит токсины из организма. Сейчас еще немножко подсижу, закиплю и всплыву. Но это приятно. О, и наше чудо света! Вулкан, батюшки! Вот он прямо передо мной! Какой роскошный вот этот гигант! Да, слава! Первый вулкан на моем пути — Ринкон Делавьеха. Его высота — 1916 метров. Из-за чего его верхушка часто прячется за облаками. Раньше к нему можно было подобраться поближе, но буквально летом прошлого года он начал извергаться. После чего подход к нему закрыли. Но туристов пускают побродить у его подножья. Говорят, там тоже есть много чего интересного. А сейчас. Ребята, 17 баксов! Это же реальный грабеж. Короче, надеюсь, что не просто так и потратила деньги. Вся территория вокруг вулкана Ринкон де ла Вьеха – это национальный парк, в котором царит атмосфера диких, нетронутых джунглей. Но главная особенность парка – вот. Боже мой, как же это странно выглядит. Я не могу, а? Вы же понимаете, что это реально действующий вулкан. Вот он прям бульбукает. Обалдеть. Оказалось, что у вулкана Ринкон де ла Вьеха сразу несколько кратеров. Самый большой находится на вершине горы. А здесь можно увидеть мелкие. По сути, это такие трещины в земле, из которых то плещется грязь… Я ничего подобия такого никогда в жизни не видела, а? То булькает вода. Слушайте, настоящее природное джакузи. То валит мощный пар. Вау, вы меня видите вообще в этом пару? Очень странное природное явление. Это все вырвавшиеся из-под земли вулканические газы, насыщенные сероводородом. Поэтому и запах тут соответствующий. Реально пахнет, как будто кто-то поел горохового супа. Получается, так наш вулкан дышит. Обязательная процедура богача на резорте у подножья Ореналя – это массаж вулканической грязи. Вулканическая грязь – кладезь всяких полезных минералов. И говорят, такая процедура очень классно сказывается на коже. Радует, что это не обычная грязь, а вулканическая грязь. То есть это должно хоть как-то сработать. Мать, делай грязь! Массирующими движениями грязь наносят на кожу. Так мышцы лучше расслабляются и раскрываются поры. Не знаю, насколько работает вулканическая грязь, но руки девушки точно работают, потому что параллельно втирая, она же делает и массаж. После укутывает в теплый плед. Так грязь быстрее подсыхает и минералы лучше проникают в тело. Пока что чувствую, что меня только задорого испачкали. Если честно, я думал как-то она прогреет кожу, а мне стало холодней. Я замерз в Коста-Рике. В таком состоянии нужно полежать примерно полчаса. Все, я уже почти уснул. Мне, конечно, объяснили, что грязь при высыхании стянет кожу. Но я не ожидал, что настолько. Могут закрыть ног. Мне кажется, если я сейчас резко подвигаюсь, я как бы распадусь на десятку Антонов. Но есть и хорошая новость. После массажа нужно вернуться в теплые термальные бассейны и смыть себе костюм человека с ухами. Так, хорошо. Кажется, что с меня только что сняли тысячи прищепок. Правда, интересно, какой же все-таки эффект от этой конструктуры, но можно проверить. Слушайте, ну на самом деле, может быть, я сам себе уверил, потому что заплатил за вот этот массаж, но тут кожа, по-моему, стала мягче. Ой, а там прям подо мной другой термальный источник с людьми. Ребят, всем вулканическая грязь, это мой счет. Создоравливайтесь. А я уже добралась до второго вулкана на моем маршруте – Тенорио. Точнее, до национального парка. Который находится у его подножия. Говорят, здесь есть какая-то удивительная речка. Так что пойдемте посмотрим на нее одним глазком. Но стоило только мне купить билет. Спасибо, спасибо. Как погода испортилась. Слушайте, вот эта тучка набежала. А, у меня же есть дождевик. Так что это не беда, меня таким не напугать. Так, в путь. Да, нормально, конечно, он глупил. На радость мне дождь оказался тропическим, кратковременным. И через 10 минут я добрела до той самой удивительной реки. Вау! Обалдеть! Как такое возможно? Такое впечатление, как будто кто-то специально покрасил водичку акварелью. На берегу реки Рио-Селеста кажется, что ты попал в настоящее зазеркалье. Сказку, которой не бывает в обычном мире. Река переливается, гипнотизирует своим цветом и как будто подсвечивается изнутри миллионами маленьких голубых светлячков. Так, ну-ка попробуем нашу водичку. А что она стала сразу обычной? Она прозрачная. Что это за фокусы? Я не поняла. Здесь она значит голубая, а в руках она простая. Ее цвет долгие годы был настоящей тайной, которую не могли разгадать ученые, пока кому-то не пришло в голову обратить внимание не на саму воду, а на дно реки. Оказалось, что источник сказочной голубизны скрывался именно там. В общем, вода на самом деле прозрачная. А на дне реки есть минерал, который состоит из кремния, алюминия и кислорода. Вместе с водой получается гремучий коктейль, который создает такую оптическую иллюзию. И вода приобретает небесно-голубой оттенок. Разве не чудо? Вот же, пожалуйста, наглядный пример. Смотрите, вот граница, да? С одной стороны минерал есть, а с другой стороны его нет. Вот здесь вот обычная речка, а здесь уже начинаются чудеса. Но и это еще не все. Если пройти еще чуть дальше, вглубь джунглей, то можно наткнуться на такого же удивительного цвета водопад. Он и обеспечивает реку водой. Обалдеть, а. Это прямо какой-то небесный, небесный водопад. Это нереальная красота. Вот знаете, особенно меня всегда завораживает вот этот пар, исходящий из водопада. Он как некое сияние. Получается, это сияющий водопад. Как звучит, да? Если вы думаете, что я вам уже показал все самое интересное на резорте The Springs, то вы ошибаетесь. Вот, например, ресторан с лучшим в стране видом на вулкан Ариналь. Ресторан в комплексе включает в себя сразу несколько фишек. Во-первых, вид на вулкан. Во-вторых, термальный источник, в котором сидишь. И в-третьих, шеф-повар пообещал мне блюдо-сюрприз, которое каким-то образом связано с вулканом. Я готов. Так, ну это явно паста. Мало того, это фетучини. Я профессиональный итальянец, я разбираюсь. Фетучини с морепродуктами. Вот, пожалуйста, мидии. Это, видимо, рыба, креветки, кальмары, осьминоль. Но при чем тут вулкан? Оказалось, что вулканическая фишка блюда заключалась не в его форме, не в подаче и даже не в названии. Она в самом вкусе. Кажется, я понял истинную причину, почему это блюдо связано с вулканом. Потому что сейчас я начну извергаться, гореть. И даже вот этот весь бассейн меня вряд ли потушит. Оно очень острое. Плюс костариканской национальной кухни в том, что она простая, а значит доступная. Вам могут приготовить в любом придорожном кафе еду незадорого. Так что это мой вариантик. Я заказала себе самое популярное и дешевое блюдо костариканской кухни – патаконос. Патаконос – это лепешки из… бананов. Правда не обычных, а овощных. Их еще здесь называют плантаном. Так, я что-то не поняла. Я заказывала патаконос, а мне принесли к руду салата с помидором. Я вообще не понимаю, где мои лепешки. Мне патаконос подали салатом, бобовой пастой и уксусной заправкой. А мне очень интересно попробовать ее, какая она на вкус, без всего вот этого вот. Ну вот, хоть убей, хоть убейся, не чувствую я банан. Как будто это либо похоже на картофельный драник, либо на кукурузную лепешку. Что-то вот такое среднее, но точно не банан. Помимо термальных источников и расслабляющих процедур, тут есть еще одно суперинтересное место. Давай, давай, давай. Да что ж со мной не так? Цыпы от меня уже убегают. Старею. На территории The Springs Resort есть реабилитационный центр для диких животных. Всех этих зверей забрали от горе-хозяев, которые пытались сделать из них домашних питомцев. В неволе зверушки страдали и болели. Славно пообщались. Теперь в центре их выхаживают и помогают вернуть к нормальной жизни. Ну выглядит как какая-то счастливая, машущая хвостом собака. Ну и кстати, это койот. Помимо койота здесь и обезьяны, и попугаи, и носухи. Но это еще что? Здесь даже есть пума, которую держали в квартире. Я в такие моменты убеждаюсь, что люди самые опасные животные на земле. Но как можно додуматься держать пуму дома? Пумы находятся под угрозой исчезновения. Из-за того, что люди считают охоту на них крайне увлекательным занятием. И также из-за того, что их часто заводят дома. Его зовут Симба. Ему 7 лет. И когда ему было 3 месяца, его забрали от людей и привезли сюда. Ну что, Симба? Скоро это все станет твоим. Ой-ой-ой. Давай-давай-давай-давай. Конечно, выглядит это, ну, как большой котенок. Но когда он подходит тебе близко и показывает клыки еще с этим рычанием. Это реально страшно. Да блин, он вырывает прямо. Да это не я. Что ты делаешь? Я тут при чем? Он не смог курицу к себе протащить из-за того, что тут маленькие дыры в клетке. И наорал на меня, напсиховал, что я ему не передаю и издеваюсь. Так, все, успокоились. Выдохнули. Это я себе говорю. Давай. Все, в следующий раз я принесу тебе куру побольше, но пока она ходит со 100 долларами. Ну вот примерно 7-7,5 секунд и четверти курицы нет. Чувствую себя профессиональным дрессировщиком. Это удобно, когда есть клетка. Еще одни уникальные жители этого центра – оцелоты. Это маленькие пятнистые дикие кошки, которые страдают из-за людей не только в четырех стенах квартир, но и в дикой природе. На их красивейшие шкурки часто охотятся браконьеры. Ой, девочки, а тут у нас любовь. Мальчик Табо и девочка Нина. Табо нашли в возрасте трех месяцев в коробку, когда его собирались, естественно, нелегально отправлять в США. А Нина родилась уже в неволе. И вот сейчас они стали жить вместе. И еще одно уникальное животное – главный символ Коста-Рики – пересос. Или в простонародье ленивец. Он спит, если честно, как такой обиженный ребенок. Отвернулся и видит какие-то свои сны. Ленивец – визуальный символ моей трудоспособности. Он спит, как пьяный мужик на диване. Наташа, не трогай, еще только 2 января. Это очень мило. Чувак, давай разрушим стереотипы и открой рот. Ну ешь, съешь. Давай, 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 давай. Давай еще разок. Ну ты, конечно, зажигалочка, подруга. Мне кажется, я ждал этого больше, чем многие родители ждут первого слова ребенка. Он и ест потешно. Славно покуражились. Не знаю, почему их называют ленивцами. Конечно, эмоции от общения с животными уйма. Но все-таки хочется, чтобы потребность в таких центрах отпала и люди перестали издеваться над животными. План по вулканам выполнен. На вертолете над ними полетал, в термальных источниках искупался. Но вот жить я буду у океана. Ну потому что могу. А вот и моя вилла. Согласен, вы сейчас думаете, ну это выглядит как фермерский гараж. Но это фирменный гараж. Арт Виллос – это несколько уникальных вилл, которые построены прямо посреди зеленых джунклей. По последним дизайнерским модным тенденциям. Название моей виллы – ателье. Ее размер – 570 квадратных метров. А ценник – 1800 долларов за четверо суток. На меньше не сдают. На первый взгляд кажется, что это помещение заброшено. Как будто бы рабочие приуныли и остановились на полпути. Что-то недостроено, недооблицовано, недокрашено, повсюду ржавчина. Но на самом деле это и есть отличительные черты стиля индастриал. Индустриальный или промышленный – это стиль интерьера, который зародился в конце 20 века в Нью-Йорке. Тогда многие заводы закрывались, а их здания меняли свое предназначение. Новые владельцы пытались принарядить их за минимум денег. Поэтому тут подкрасили, тут замазали, тут не сошлось. Вот и родился стиль. По сути индастриал не скрывает недостатки, а наоборот выпячивает их и красиво обыгрывает. То есть это смесь минимализма и консерватизма с элементами гранжа. Что? Стильно, красиво, нравится. Но ни один дизайнер и ни один стиль никогда не создаст вот такое. Тут работа по изысканию. К вечеру я добралась до своего третьего вулкана. Планирую завтра на него подняться. А сегодня заночую прямо у его подножья. Так, коняшка моя, подожди здесь. Так, ну и что, настал тот момент, который вы все ждали или не очень. У меня сто долларов и я буду ночевать как настоящая туристка. Вот в этой палатке. Буду ее раскладывать. Не знаю правда как. Ну что, давайте устроим, как говорит молодежь, челлендж. Ну вы наверное не знаете что это такое. В общем поспорим, что за 15 минут я ее поставлю. Разложу. Ой господи, ну это для каких-то прямо детей индига, честное слово. Да ребята, я поняла, это совсем для тупиц, это прямо для блондинок. Это уже брюнетка. Офигеть господи, я чувствую себя мега мозгом, реально. Боже мой, я правильно что-то делаю, мне кажется, обалдеть. Слушайте, я себя сейчас прямо Эйнштейном чувствую, честное слово. Ну что, за сколько я тут справилась? Спокойной ночи. Так, все, спать выделиться, хватит тузоваться. Личная вилла, джунгли, океан. Надеюсь, что вы чувствуете то же, что и я. Хотя вряд ли, скорее всего вы чувствуете зависть. Но я вас так понимаю, я иногда сам себе завидую. Доброе утро. Сколько калорий тратит ведущий решки? Ответ на смарт-часах был бы, если бы они у меня были. Но ничего, сейчас откроем Е-каталог и выберем. Проблема что ли? Вот в разделе гаджеты, смарт-часы и фитнес-браслеты. Вариантов уйма. Чтобы точно выбрать лучшие, сортируем по параметрам, сравниваем в таблице то, что понравилось и не забываем читать реальные отзывы. Последний шаг – выбрать, в каком интернет-магазине дешевле купить. Не то чтобы я каждую копеечку сейчас считал, но согласитесь, тратить нужно с умом. И вам советую. Ссылка в описании. Ты уже тут, боже мой, во сколько же ты встаешь, а? Ладно, я тоже уже готова, практически все зашнуровалась. Ну что сказать, конечно, ночевать в палатке – это не камильфу. Честно, я бы лучше сейчас в какой-нибудь отельчике. Ой, там уже в шпине просто капец. Ну, джунгли зовут. Доброе утро. Все, пошла к чуду свету. Палатка. Да палатка, палатку тоже заберу с собой. Бенджамин Франклин никогда не был в Коста-Рике, но благодаря мне вы можете с ним тут встретиться. За заветной бутылкой от Орла и Решки в Коста-Рике отправляйтесь на побережье Тихого океана – парк Нахоми. В его самом дальнем конце под бетонным пирсом и спрятан клад со 100 долларами. И вот наконец-то главная точка моего маршрута – место, ради которого все вот это и затевалось. Я стою у подножия вулкана Чата. Так, все, выдохнула, вдохнула. У меня получится. Мы это сделаем. Да, да, да. Вулкан Чата – это сосед активного и опасного Ореналя, но в отличие от него Чата потухший. Последний раз он извергался три с половиной тысячи лет назад. Поэтому восхождение на него очень популярно среди туристов, особенно бюджетных. Ведь чтобы на него подняться, можно обойтись даже без гида. Здесь есть всего одна четкая тропа. Так, ну все. Начинаются по ходу дела джунгли. Идти-то вершины вулкана добрых два часа, но легко только первые пять минут пути. Тут уже начинаются корни, на которых можно спотыкнуться, упасть. После карабкаешься в гору через непролазные джунгли. Следом начинаются грязевые тоннели. Да уж, конечно. После все перемешку. Узкие дропы, запутанные корни деревьев, склизкая грязь. Боже мой, да почему мне не выпала карточка? Антон! Я решил с утра пораньше помчать на пикник. Ну а что? Настроение прекрасное. Погодка так и шепчет. Я на коне. Заказал машинку. Жду. Скоро отправимся. Привет, Антонио. Поехали. А это мой трансфер? Да. Класс. А где остальные части машины? Нет больше частей. Оказалось, что когда я заказывал транспорт, меня неправильно поняли. И вместо комфортабельного джипа прислали багги. Машинку для экстремальных покатушек по джунглям. Ну что ж, катнемся. Пока все нормально, но чувствую, что беда затаилась где-то неподалеку. Какой момент моя жизнь свернула не туда? Я ж не за себя, я за манго переживаю. Зараза, походу, сегодня без манго. Кать, минусы на нас. Да уж, такое развлечение трудно забыть. Спасибо, что живой. Бог вам судья. Скажите, где ставить, в каком приложении 5 звезд. Ну, как экстремальное развлечение – во. Как трансфер – во вам кто это придумал. Пойду искать место для пикничка. Не зря ж я для него принарядился. Антоха, твои грязные покатушки – это просто ничто по сравнению с моим грязным трекингом. Посмотрите на мои грязнищие ноги. Песок, земля, все в волосах, во рту, в носу. Но, хочу сказать, что это не так тяжело, как я думала. И потихонечку организм начинает, знаете, так привыкать к вот этим условиям. Сначала мне реально вот прям вырывалось сердце наружу, а сейчас уже я чувствую, что давление стабилизировалось. Так что все нормально, должна дойти. И на самом деле за этой черетой препятствий я даже не заметила, как приблизилась к вершине. Вааа, ну наконец-то мы сделали это! Мы добрали так пятюню! Еее! Из-за того, что вулкан Чата спящий и уже давно не извергался, вся вершина поросла густой зеленью и по сути ничем не примечательна. Но если от вершины спуститься чуть пониже – к кратеру! Обалдеееееть! Озера! И такого цвета изумрудного! Когда порядка трех с половиной тысяч лет назад вулкан Чата потух, его кратер стал постепенно наполняться тропическими ливнями. Таким образом, за много сотен лет здесь образовалось невероятного цвета озеро, в котором освежаются туристы, прошедшие долгий и изнурительный путь. И я не исключение. Озеро – это конечно прекрасно! Но вот как я представлю, что надо сейчас опять тащиться назад? У меня прям реально дурно становится. Ну ладно, там у меня еще Антоха ждет. На пикник меня доставили к водопаду Лос Кампасинос. Но это еще не все приключения на сегодня. Да. Чтобы добраться к водопаду, надо пройти по подвесному мосту. Класс. Мост через пропасть – еще один способ умереть. Ну, выглядит на то красиво. Поскольку джунгли Коста-Рики – это дом для тысяч животных, то их не захламляют инфраструктурой, которая могла бы нарушить природную экосистему. Тут нет тропинок, ухоженных дорожек и лавочек. Но чтобы турист имел возможность посмотреть на обитателей джунглей и насладиться их красотами, здесь по всей стране организовали десятки вот таких подвесных мостиков. Ну, вот, собственно, и водопад. А вот водопад оказался скромнее, чем я себе его представлял. Ну, что сказать. Перспективный. Видно, что во влажный сезон он прям может. А пока, ну, опрессовки. Но я знаю, как опытный ведущий путешественник, как любое чудо, сделать гораздо интереснее. Фантазия. За чудеса света! И выживание вопреки всему! Коста-Рика – это сотни оттенков зеленого. Я боюсь моргать, чтобы пропустить что-то красивое. Но главная красота этой маленькой страны – вулканы. Какой роскошный вот это гигант! Большие и маленькие, спящие и не очень, с кратерными озерами. Обалдеть! Озера! И цвета изумрудного! И уникальными животными на склонах. Наконец-то выглядит это, ну, как большой котенок. У меня получится! Мы разделаем! Да, да, ем! Но поверьте, это такая махина! Обалдеть! Как такое возможно? Кать, минусы на нас! Что это за фокусы? Я не поняла. Как же это странно выглядит! За чудеса света! И выживание вопреки всему! Мы стали забывать, что я прежде всего танцов. Антошка! Ой, лохматый авокадо, привет! Привет! Я хочу вдохновить тебя и похвастаться. Ну вот обычная схема ожидания-реальность работает против нас, а тут все наоборот. Ожидание Коста-Рика маленькая, страна, о которой никто не знает, в Латинской Америке, реальность. Куча чудес, извини. Вулканы, океан, джунгли, пересосы. Красота! Слушай, Ток, но у меня было всего 100 баксов и я тоже это все видела. Да, я купалась в океане. Я забралась на кратер вулкана. Я ночевала под звездами. Красиво. Вот это и есть настоящая дорожная романтика, которая тебе пригодится, когда будешь со 100 долларами на нашем следующем чуде света в Сальвадоре. Я тебе все цветы дарю, там же цветочный путь, красотища, конец. Цветочный путь! Так-так-так-так, я не такая, Вась. Знаешь, что? Это была... Сейчас прививку от бешенства опять ставить. Это твердое какое-то. Хватит трогать. Подними немножко руку. По правам, если Александр на летних тебя засудят. В честь десятилетнего юбилея Орел и Решка едем в солнечный Конкур. С 9 по 16 мая приглашаем всех желающих отправиться с нами. Вас ждет неделя отдыха в отеле премиум-класса «Клаб Мед». Вечеринка в легендарном клубе с Леной Синельниковой. Йога и индейские ритуалы с Машей Иваковой. И я в своей стихии! Снорклинг в подводном музее с Алиной Островской. Антона Лаврентьева. И концерт Антона Лаврентьева на пляже. Вечериночка еще, да, намечается? Разных 10 лет Орла и Решки вместе с нами. Все подробности в описании.